В Музее Истории Казанского Университета состоялась торжественная церемония награждения победителей 12-го студенческого конкурса «Знаете ли вы историю Альмамата?». Все подробности далее. В этом году в конкурсе приняло участие порядка 250 студентов. После трех отборочных этапов, один из которых проходил в режиме онлайн, в финал вышли четыре команды. В формате увлекательных квестов команды показывали свои знания об истории Казанского Университета. Наибольшее затруднение вызвали у студентов биографии ученых. Я понимаю, что бывает сложно рассказать про открытия, особенно если ты не математик, а историк. Попробуй-ка расскажи про нефклидовую геометрию. Но рассказать биографию человека, когда он родился, с какой семьей он происходил, мне казалось, это самое интересное, что вообще может быть. То есть нас всегда интересуют другие люди, их жизни. Ну и об этом свидетельствует большой расцвет соцсетей. Как отметила Светлана Фролова, с сентября этого года для студентов раз в неделю один из специалистов будет читать лекции об истории Казанского Университета. Например, его медицинском прошлом или о ботанической школе. Однако, несмотря на сложности, участники смогли справиться с заданиями. В конкурсе победила команда Санкт-Ленинбург. Мы очень переживали, мы стремились, мы вообще не думали. На первом этапе мы ждали просто пройти половину, чтобы дальше. И вот такой результат мы держались все это время первыми. И вот мы первые. Как корабль назовешь, так он и поплывет. Смеются участники. Название команды оказалось буквально пророческим. Ведь ребята, заняв первое место, выиграли поездку в Санкт-Петербург. Диана Желенкова, Ленардо Влетьяров, Универ Ньюс.